Здравствуйте, дорогие алкоголики. Я очень рад присутствовать на вашей группе. Гитарку взял, как попросили. Но на самом деле начну с того, что если бы анонимные алкоголики были каким-то мрачным учреждением, как лечебно-трудовой профилакторий, он же ЛТП, я думаю, что я навряд ли бы остался здесь. Если бы меня заставляли сюда приходить, я бы тоже навряд ли остался здесь. Будучи человеком независимым, и всю жизнь я всегда старался отделиться от толпы, показать свою уникальность. Если бы меня сюда пытались загнать какими-то там приказами, я тоже бы сюда не пришел, потому что я не хочу быть как все. И на данный момент мне эта концепция по-прежнему в голове живет у меня, но она не доминирует в моих действиях. То есть я понимаю, что для того, чтобы... Очень простая идея такая. Для того, чтобы меня группа людей услышала, то есть если я хочу донести какую-то идею, вот как сейчас, например, я сначала должен показать этой группе, что мне можно доверять, то я каким-то образом принадлежу, являюсь частью этой группы. А не так, что вот вы все лохи, короче, я сейчас вам скажу, как жить. Кто же будет слушать-то тогда, да? То есть здесь очень уникальная часть человеческого такого развития, что мы сначала перед тем, как повлиять на что-то, должны принадлежать чему-то. А я пытался всегда делать наоборот. Я пытался повлиять на что-то, не принадлежа никаким отдельным группам. И человеческая природа, конечно, она всегда требует кучковатости. То есть мы кучкуемся по интересам. И я очень был рад, что моя высшая сила привела меня в эту замечательную кучку анонимной алкоголики, где меня отлично понимают. И я очень часто вспоминаю, да и сам являюсь таким человеком, где приезжая к кому-то, я вспоминаю, как меня всегда принимают, как будто мы семья, и мы никогда не расставались. Куда бы я ни приезжал, на какую бы группу я ни приходил, у кого бы я дома ни ночевал, тогда есть ощущение того, что я дома. И, соответственно, мы покупали даже эту квартиру здесь, в Чикаго, с расчетом на то, сколько людей мы можем положить. И я считал, смотрел так, вот тут можно 40 человек по советским меркам положить. Хороший дом, нормально. То есть у нас всегда проходят здесь новые года, то есть мы встречаем с нашими анонимными друзьями. У нас дома часто дни благодарения, все эти праздники. То есть я такой человек тусовочный, всегда был, моя квартира номер 7 в городе Минске. Всегда через нее прошло, наверное, как минимум тысячу разных человек за время моего проживания. Там Быков и Янковский заходили чай попить, какие-то там чемпионы по тяжелой атлетике там ночевали, базарная мафия с вокзальной мафией выясняли отношения. Все девушки моего брата там жили, все ученицы моей матери по танцам там, короче, моя жена первая там жила, вторая там и теперешняя. И все время какие-то люди, люди, люди ходили, наркотики там варились тоже, алкоголь бухался, все как надо. То есть я привык, что вокруг меня все время какие-то люди писаются. Поэтому, найдя трезвых людей в анонимных алкоголиках, я сразу начал, во-первых, обрадовался, что мне не нужно бухать, чтобы была компания. И мне еще и дается возможность продолжать духовно, ну, не то, что продолжать, а начать, ну, или продолжать духовно расти. Вот. И, соответственно, есть такая фраза в православном, ну, или в христианстве, да, где поставлен, там и служи. И мне она нравится. То есть когда человек часто приходит, ему говорят, тебе нужно все поменять, да, даже в литературе у нас написано, там должен быть полный, коренной перелом сознания. Но это не значит, что все мои какие-то навыки и таланты, данные мне той же самой высшей силой, я должен отнести в сторону. Я, скорее всего, я должен поменять те вещи, которые ввели меня к употреблению, но не те вещи, которые я могу использовать, что во благо, скажем, людям, да, то есть что у нас написано в десятом шаге, да. Я должен постоянно думать о том, как я могу быть полезен себе другим, да, и миру в целом, и моей высшей силе. Вот и все. И поэтому я понял сразу, что можно сделать так, что, ну, мы с Олей, с моей женой, то есть мы всегда играли музыку, да, всю свою, так сказать, сознательную жизнь. Можно сделать так, чтобы и в анонимных алкоголиках тоже у нас было весело. И поэтому буквально уже на второй год существования нашей русскоговорящей группы здесь в Чикаго мы уже начали делать сабантуйчики, не говоря уже о вот этих праздниках, которые я перечислил. И собирались трезвые люди, и мы гоготали, хохотали, и веселились не хуже пьяных. Вот, и часто всегда, если вы не знаю, там, как у вас было, но, во всяком случае, когда мы выходим, например, из нашего мероприятия в гостинице в Акроне, которое мы сейчас делаем ежегодно, когда приезжают все русскоговорящие люди, там, с Америки, Канады и с других стран, нас выходит там человек 100-150, начинает плясать «Черные глаза, вспоминаю, умираю». Не знаю, почему эта песня, ну, вот она как-то у нас повелась. И все танцуют, и люди, которые ходят рядом, они думают, что это за какие-то бешеные люди, чего там они нажрались или напились, или все такое. А мы нажрались трезвостей, на самом деле. Мы получили такой кайф просто от того, что мы живы. То есть я уверен, что каждый из вас здесь может идентифицировать себя с тем состоянием, когда было настолько темно, настолько хреново, то есть даже не побоюсь слова, хуёво сказать, то есть даже хреново не подходит, что жить не хотелось, что смысла жизни не было уже в таком состоянии жить. Поэтому, когда вот попадаешь в анонимный алкоголик, когда дается тебе шанс начать жизнь сначала, и стирается все твои вот эти вот косяки предыдущие, во всяком случае, так в моей жизни произошло, то не нужно искать никаких там крутых каких-то наград от жизни, кроме обычного проснуться с утра. Вот проснулся с утра, я уже счастлив. То есть настолько вот этот контраст между ужасом употребления и радостью существования, что мне на самом деле не нужно сильно что-то особо добавлять в жизнь, чтобы она не казалась унылой и скучной. Я всегда по жизни был, в принципе, такой оптимистичный человек, поскольку моя мама была оптимисткой, она всегда тянула, тянула, мать-одиночка, как это у нас называется, тянула меня, моего сумасшедшего брата, которого я теперь тяну, по мере силы, по отсутствию созависимости. И поэтому она всегда смотрела позитивно, там что-то денег нет, покушать нет, ну ничего, сейчас скоро заплатят, там что-то она всегда находила какой-то позитив. Я думаю, что с самого раннего детства я как бы заразился тем, что я всегда вижу стакан наполовину наполненным, а не наполовину пустым. И, соответственно, все вокруг меня люди, которые попадают мне на пути, я пытаюсь их заразить именно этим, потому что унылые лица – это как бы не мой контингент людей. Хотя я понимаю, что есть и время для депрессии, какой-то там и сложности в жизни, и сегодня, работая профессиональным коучем, я специалистом по зависимости, то есть я понимаю, я слышу своих пациентов, я слышу людей, я могу с ними по, скажем так, сопереживать им, но я не позволю никому делать из этого зависимость. То есть очень многие люди застревают в этом, в саможалении или в меланхолии. Ну и опять же, я не могу, конечно, рассчитать и просчитать, изменить гены многих людей, и мне придется просто смиренно наблюдать за тем, как они себя убивают своими собственными мыслями и эмоциями. Но если у меня есть возможность как-то повлиять на радость, на увеличение радости другого человека, я это буду делать. Я вообще решил, в принципе, что я как Буратино, в моей жизни предназначении это я создан на радость людям. То есть я решил, что это так, и все, и я буду это делать. Кому-то это будет странно, кому-то это будет смешно, мне в принципе не важно, потому что мне, я все равно эгоист, в каком-то смысле, это жизнь моя, я для себя ее живу. И поэтому мне, если хорошо, ну а вам, если уж не нравится, ну вот дверь, пожалуйста, идите. Вот. И за что я благодарен анонимным алкоголикам, и что мне никто не навязывает свою точку зрения. То есть это, наверное, самая свободная организация или содружество, в которой мне говорят, хочешь работать по шагам? Ну, работай. Не хочешь? Ну, не работай. Ну, как бы, ну ничего, умрешь, может, но как бы выбор за тобой всегда. Вот. И этот вот легкий подход, особенно моего спонсора, вообще мне так, я сказал все время спонсора какого-то такого витиевато, замысловато, интеллектуального человека, а мне Бог послал наоборот спокойного такого открытого, простого афроамериканца, который просто служил. И у него хорошие шутки, кстати, были тоже, он такой веселый дяденька был. Вот. И он меня научил сразу как бы относиться спокойно ко всему, без фанатизма, то есть, и смотреть на все эти перипетии, на всю эту драму, скажем, алкоголическую, с таким легким чувством иронии и спокойствия, и доверия, главное, да. И все, я от него перенял вот это состояние, ну, типа, человек мне говорит, ему плохо, или там что-то пытается нервничать, я говорю, да, я тебя понимаю, а что мы можем сделать по этому поводу, да. Ну, что-то типа такое, я не помню, что я точно хотел сказать, я потерял мысль. Вот. Но, во всяком случае, идея того, что мне никто ничего не навязывает, это мне больше всего понравилось. То есть, хочешь, делай, не хочешь, не делай, хозяин-барин, да. И у нас, в Большой Книге так и написано, то есть, мы алкоголики, люди не дисциплинированные, поэтому мы даем Богу дисциплинировать нас, да. Но оно делается все-таки не из чувства страха, да, то есть, по большому счету, а из чувства любви, из чувства долга, как доктор Бог, да, написал о себе, почему я помогаю другим алкоголикам, из чувства долга, да. Кто-то помог мне. И почему? Потому что я, как бы, вкладываю в страховку, да, на будущее против следующего срыва. Я помогаю, я делаю это с радостью, и мы отнюдь не мрачные люди, это замечательная фраза, которая мне сразу же понравилась, что, типа, нету вот этого. Я один раз приехал в Минск, и я пошел на группу, и там такое, так начали молитву о душевном покое, что я чуть не убежал оттуда. Боже, дай мне разумный, душевный покой. Типа таким, знаешь, таким загробным голосом, я такой, ёп, парасетэ, я думаю, что, куда я попал? То есть, что мы сюда пришли, это самое, унылым говном разбрасываться, я не понимаю, в чем дело? А, типа, но, опять же, принятие мне мой спонсор научил, что, ну, так эта группа ведется, каждая группа, четвертая традиция, независимая. И что, потом начали спикеры говорить, там спикер поговорил, более-менее разошлось что-то, потом выступали люди по кругу. Всё, я дома опять. То есть, но я, у нас, например, если вы заметили, и уже почти везде, в принципе, на наших группах, и уже, я так понял, на других странах, тоже в конце, в конце собрания, всегда мы делаем, что исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. И потом, приходите к нам ещё, будет очень хорошо. Я не знаю, если вы слышали это. Но это когда-то давно, ещё лет, вот когда мы начали, 17 назад, мы просто на русской группе не могли бы закончить собрание, вот просто, да, исполнится воля твоя, а не моя. Аминь. Почему? Потому что на всех американских группах, всё, что мы делали, это мы просто переняли, да, у американцев, как они заканчивают группу, в Чикаго, во всяком случае. Мы всегда держимся за руку, и как хоровод, получается, руки вверх-вниз идут, и они говорят, keep coming back, it works if you work it, sober. То есть, это всегда так заканчивается, тогда сразу весь дух идёт наверх, и все там хлопают, чаще всего тоже на группах в конце. Это означает, возвращайся к нам, оно работает, если ты это работаешь, да, и всё, и вот таким образом, Олечка моя просто перевела это, возвращайся, ещё будет очень хорошо. То есть, везде, где мы можем что-то добавить, мы добавляем, опять же, ничего особо сильно не изменяя, не нарушая никаких традиций. Почему? Потому что я не хочу приходить туда, где мне спасают жизнь, и сидеть и думать, блин, как же тяжело мне жить, как там, ой, такие проблемы. От этого же проблемы меньше не станут, вот в чём прикол. Проблемы можно решить и с улыбкой, и можно решить и со слезами. То есть, выбор, в принципе, за мной, я сегодня имею выбор, то есть, у меня есть выбор, забухать или не забухать, заторчать или не заторчать, наорать или не наорать, да, там, на детей, на жену, на кого-то ещё. У меня есть выбор. Если у меня есть выбор улыбнуться или заплакать, выбор, да, то я, конечно же, улыбнусь. Это приятные эмоции в жизни. То есть, мой мозг вообще, в принципе, теоретически настроен на негатив, да, и ваш тоже, кстати говоря, потому что миллионы лет мы сидели в этих пещерах и боялись высунуться, чтобы нас не сожрал кто-нибудь. Поэтому, когда ты утром смотришь там на небо голубое, думаешь, ой, как красиво, солнышко, да, если бы я так думал пятьдесят тысяч лет назад, меня бы уже сожрал за это время кто-то. Почему? Потому что, ну, было опасно жить, много ходило таких существ, которые были сильнее меня, могли меня съесть. и хоть уже вот на данный момент я сижу в теплом помещении, закрытом и хорошо отапливаемый или охлаждаемым, но тем не менее, мой мозг продолжает дальше думать, что если меня уволят завтра, как я буду? И сразу в конечная мысль получается, я сдохну. То есть, вот этот старый пещерный человек по-прежнему думает, что я сдохну. Если мне эта девушка скажет в свидании, я сдохну, говорит мне мой мозг. То есть, оно пропускает вот эти все ступени и эмоционально получается ощущение, как будто все, конец света. Моя задача была научиться понимать, что не так все страшно, не так много соблезубых тигров ходит сейчас по улице, чтобы меня сегодня сожрать. Вот и все. То есть, здесь как бы такая ситуация и звонят мне тут со всех сторон, видимо, пытаются там подтвердить, я прошу прощения, сейчас повешу трубочку, сейчас буду кричать жене, что занято, в смысле, что я занят. Вот. Так что, моя задача остается все время отлавливать вот эту, скажем, инстинктивную, эволюционную тенденцию, искать всякого, ну, что будет плохого в будущем, то есть, автоматом мой мозг думает, да, и говорит, подожди, подожди, а будет ли оно так? И сколько времени я должен уделять вот этому сценарию, где все пойдет не так? То есть, чаще всего люди застревают и не предпринимают никаких действий, чтобы изменить что-то в своей жизни и соглашаются на меньшее, да, то есть, ну, на этой работе сойдусь, ну, эта девушка, эта девушка со мной пусть будет, ничего, что она меня там вербально абьюзует постоянно, ну, а вдруг еще хуже девушка будет, да, или парень, то же самое. То есть, люди застревают, почему? Потому что есть вот этот страх, и программа дала мне замечательный инструмент, да, то есть, работать со страхом. Я сам страх свой, ну, побороть не могу, скажем так, а если есть высшая сила, то с высшей силой всегда рядышком я могу пройти через этот страх. Кстати говоря, страх как таковой тоже является замечательной эмоцией, которая помогает мне сегодня жить. Я раньше от него бегал, да, от возможной боли, от возможного страха, и прятался в алкоголе, в наркотиках, да. Сегодня страх мне говорит, а, вот здесь у тебя есть возможность расти, но ты не хочешь вылазить из своей пещерки, пещерный человек, так что выбирай, либо ты сидишь в темной пещерке и довольствуйся тем, что есть, и не жалуйся, либо, если ты хочешь получить чего-то больше, выходи из пещерки, проси у Бога силы пройти через вот это вот пространство открытое, где на тебя могут напасть противники в виде продавцов товара, которые хотят твои деньги украсть, да, сегодня у нас нет соблюзубых тигров, у нас сегодня есть предложение от принца из Нигерии, да, там, что он тебе 20 миллионов долларов обещал, тебе только нужно донор счета своего дать, да, то есть, такие у нас теперь опасности возникают в жизни, и все, я должен набраться смелости и просто у Бога попросить дать мне здравомыслие, да, это очень просто, ну, подходит к тебе человек, например, улыбается, здравствуйте, как ваши дела, ты его никогда раньше не видел, да, и он такой, типа, здравствуйте, как ваши дела, трясет тебе руку, ты такой, что он мне хочет продать, сразу мозг возникает, да, то есть, я сразу негативно думаю о том, что там, как меня пытаются развести, что он такой счастливый, там, зубы ему жмут, или что, или два глаза роскошь, как у нас в Советском Союзе научили, думать сразу, да, что ты такой веселый, думаю, так, сейчас посмотрим, то есть, обычно, что человек делает в этот момент, американец особенно, не интересуюсь, и убегает сразу, да, то есть, когда к тебе такие приходят, то есть, а получается, что на самом-то деле, с Богом, я могу просто-напросто побыть в этом разговоре на две минуты дольше, а вдруг человек действительно предлагает мне то, то есть, Бог же мне через людей говорит, правильно, возможности-то предлагаются мне со всех сторон, если я буду все отвергать и сидеть в своей пещере, я никогда не передвинусь на новый уровень, если я хочу там иметь дом у моря, там, да, грубо говоря, на лодке кататься, если я хочу это делать, я должен делать какие-то действия, которые выведут меня из зоны комфорта, поэтому я как интеллигентный, точнее, это слово intelligence, да, разумный человек, я задам ему вопросы, что продаешь, по чем продаешь, что для тебя, какая выгода там, знаешь, то есть, я могу задать, мне страшно, как бы это непривычно, но я имею выбор это сделать, зачем мне посылать человека нахер, если я могу спросить и сказать, не интересует в конце, когда я узнал все, что мне нужно сначала, и все, и тогда человек, а что ты прячешь от меня, можно задать вопрос, да, а что ты мне не договорил, то есть, всегда можно это задать, мы просто привыкли к этим социальным нормам, ой, мне удобно же, я же с ним поговорил, наверное, надо купить, нет, не надо купить, не надо ничего покупать, я никто не заставляет ничего покупать, пожалуйста, но в то же время не надо пропускать возможности, например, там нам постоянно вдували эту программу, в Америке есть такая, отпуск, в любое время на всю жизнь, да, есть такая у нас программа, то есть, ты едешь в какой-то там курорт, и тебе там говорят, купите там за 20 тысяч место на курорте на всю оставшуюся жизнь, вы можете там ездить по всем таким же курортам, и типа там, и ничего не платить уже после того, как вы эти 20 тысяч выпьете, такое, но они, правда, забывают тебе сказать, что там нужно каждый год платить тысячу долларов, там, чтобы налоги покрывать, ну, это понятное дело, они так делают, но тем не менее, мы там отказались от этих дел, но все равно уговорили нас, и мы купили, да, допустим, женой, такую штуку 10 лет назад, так теперь мы ездим в отпуск, мы не сидим в пещере, и пусть это может быть не самая лучшая, как бы сделка, которую мы сделали, что можно было бы и дешевле найти, но я знаю точно себя, например, что я не буду эту сделку искать, потому что я все время занят какими-то другими делами, а так мне говорят, что ты тысячу будешь выбрасывать в мой мозг, говорят, а ну ищи себе отпуск, и что вы думаете, и дети выросли счастливые в этом плане, потому что мы проводили каждую весну там где-то возле океана с ними, то есть получилось, что покупая вот эту сделку, которая казалась нам сначала кидалово, да, мы приобрели для семьи время вместе, да, то есть все равно можно делать выборы более или менее разумные, потом, если мы никуда не едем, я выставляю, например, на продажу этот домик, который я могу снять, кто-то снимает мне, я это тысячу раз заплатил деньгами того человека, то есть жизнь, в принципе, в трезвости, она становится сложнее, вместо трех мыслей, которые у меня были, да, где найти деньги, где найти купить, да, и где найти употребить, там все, вот у меня было три мысли, была легкая простая жизнь, да, сейчас у меня 20 тысяч мыслей, да, за этот дом что-то нужно, за эту квартиру, за эту машину, то есть у меня много чего, поэтому я никак не могу без Бога, а уж тем более без юмора и расслабления, да, то есть я не могу быть, если я представлю на себе без всех моих обязанностей, да, как взрослого трезвого человека, он меня просто задавит, а если я улыбаюсь и говорю, слушай, ну ничего страшного, могло бы быть и хуже, мог бы обоссы належать в углу, вот тут вот, да, и быть очень счастлив, вот, на самом деле быть в жутком отчаянии, и мучиться, и винить весь мир в том, что какой он несправедливый, да, сейчас я четко понимаю, что как аукнется, так и откликнется, что положишь, что достанешь, то есть это четко все работает у меня, поэтому я понимаю, что я являюсь результатом всех своих последствий, да, то есть последствий моего поведения, иногда мне кажется, помните, в третьем шаге написано, да, иногда люди наступают нам на пятки, как нам бы казалось, как нам кажется, без каких-то провокаций, но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то в прошлом мы сделали выбор, основываясь на эгоизме, поэтому-то нам и досталось последствий, да, что-то типа такого в третьем шаге написано, поэтому я никогда не винил никого в том, что, у меня что-то не так идет, и кто-то снаружи меня виноват, никто никогда не виноват вообще, у меня есть всегда выбор, включить новости и посмотреть про войну, да, и кого-то начать обвинять, или не включать эту новость, а пойти с сыном позаниматься, собрать полочку, да, ему, то есть я не пытаюсь изменить то, что я не в силах изменить, чаще всего, конечно же, я делаю ошибки, конечно же, там у меня есть проблемы в жизни, но тем не менее, имея в основе, да, вот эту вот программу выздоровления, и уже, соответственно, продолжая духовный рост, как мне советуют в программе, я, у меня гораздо меньше шанс сделать столько ошибок, которые я делал раньше, и все, у меня рядом Бог, он меня поддерживает, у меня рядом люди, через которых говорит Бог, и если у меня есть талант развлекать этих людей, или посмешить этих людей, я буду его использовать, все, то есть я стараюсь в этот мир принести то, что у меня получается более натурально, да, сегодня натуральным для меня в жизни является обучение людей английскому языку, 14 лет я проработал, и продолжаю чуть-чуть там-сям помогать, сегодня я занимаюсь консультацией по зависимости, сегодня я являюсь коучем по взаимоотношениям, то есть все, что у меня накопилось за эту жизнь, как мой опыт, личный опыт, и знания, которые я приобрел, я использую во благо своей высшей силы и людей, все, вот тебе и моя программа, эй, 12-й шаг, и старались применять эти принципы во всех наших делах, это самая сложная часть программы, я могу прийти на группу, вам сейчас тут красиво все прозвенеть, рассказать, а потом выйти и обматюгать кого-то, да, то есть применение этих принципов, это у нас и есть духовный детский сад, там, алкоголики, здесь у нас есть возможность попрактиковаться, получить знания, обматюмить в мир и быть нормальным человеком, примером поведения, потому что обычные люди, им не нужно работать шаги, им не нужно там ночью просыпаться, вести алкоголиков, детокс, им не нужно это делать, вот, чтобы просто жить, а мне нужно, и поэтому я должен являться примером обычному, так называемому, человеку, о том, какие есть моральные ценности, какие есть моральные принципы, о котором они тоже могут жить, поэтому-то моя задача, как выздораживающего человека, именно применить эти принципы в своей жизни, сначала в себе, потом в своей семье, да, а потом уже в обществе и дальше, вот и все, я вот так вижу свое предназначение в жизни, 12 шаг действий, доносить принципы наших, идеи анонимных алкоголиков в жизни других людей, и вот на этом, собственно говоря, я и закончу, а нет, вот, я получил эту роль, я выпал счастливый, спасибо, что дали высказаться, чтобы журнитарка была, правильно? Спасибо, Саш, спасибо тебе большое, спасибо тебе еще раз, так, так, ребят, кто хочет задать вопросы спикеру, ставьте единички в чате, либо пишите сам вопрос, я зачитаю, спасибо, так, ребят, напомню о седьмой традиции, седьмая традиция гласит, каждой группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи земле, мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы, седьмая традиция не касается гостей нашей группы, не являющихся алкоголиками, реквизиты сейчас появятся в чате, вы можете сделать пожертвование, перейдя по ссылочке, как писал Билл Уилсон, когда же мы выказываем щедрость, опуская деньги в шляпу, это служит признаком нашей благодарности, за проявленное к нам милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели со все еще страдающими алкоголиками, спасибо большое, так, вижу единички Софы, Софа, твой микрофон, передо мной был вопрос, написан, по-моему, точно, точно, я прошу прощения, вопрос от Анны, какой самый большой период без спонсора, спасибо, да, сейчас, одну секундочку, я вам скажу, Олечка, я тут отвечаю на вопрос, Оль, я уже говорил, что у меня в час клиент, я же тебе говорил, у меня в 4 часа просто джулы, сейчас, секунду, ребят, без спонсора я в принципе не был, то есть был такой момент, когда мой спонсор стал мне моим другом, и получилось так, что я перестал там, скажем так, побаиваться его, когда раньше я хотел сделать что-то правильно, там, звонить ему вовремя, делать шаги, все такое, а потом в итоге, ну, когда я уже прошел шаги, начал спонсировать других, то уже мы стали так больше разговаривать о том, о том, о чем, я уже почувствовал где-то на 9 годах, что, ну, я не использую спонсора, как, как я мог бы это делать, да, то есть не наговаривая там на какие-то, на себя, на свои косяки, а больше с ним общаюсь так, по дружбе, да, и поэтому я нашел другого спонсора сразу же, буквально вот через там полгода, как я это осознал, может, меньше, и взял его, и начал с ним опять идти по шагам, на данный момент, вот буквально последние, может, 3-4 месяца я чувствую, что мы опять так, ну, он в другом городе сейчас живет, и я с ним реже общаюсь, и, может быть, я опять возьму себе нового спонсора, может, пойду по шагам, мы пока нет такой особой необходимости в этом, но в принципе не было так, что у меня нету спонсора, я еще нового такого не буду, и Софа. Ну да, Саш, ты можешь как бы вести группу, и спикерить одновременно, и Оле там давайте указать, и все нормально? Да, Саша, как голичка, добрый вечер, во-первых, спасибо за спикерскую, я тоже отношусь к тем людям, ну, как бы свой свояка видит издалека, ну, я назову себя как бы шутом гороховым, что ли, да, тоже веселый человек, всегда воспринимаю все с весельем, мне очень тяжело иногда, я считаю, как человек своей домашней группой, и мне очень тяжело иногда, когда вот идет именно такой массивный, как это сказать, ну, что-то такое, ну, грузит, да, вопрос такой, может быть, тупой немножко, мне не так часто, получается, попадать на группы, я стараюсь по совету спонсора попадать два-три раза на группу, но вот если идет, ну, мне просто плохо на группе, вставать, уходить или сидеть, как бы смириться, терпение, молитва, Боже, помоги, не дай тут расстрелять все окошко, и напосылать им в личку все, что я считаю, ну, сам, короче, ты меня вспомнил, спасибо. Спасибо, да, ну, здесь, конечно, индивидуально будет, но я бы задал себе такой вопрос, да, уйдя с группы, что я сделаю более полезной для моей высшей силы, для своего выздоровления, уйдя с группы, да, то есть, если я заменю чем-то более полезным, но если я уже в голове у себя, например, создал, что я буду на группе здесь, вот мое место, да, то есть, я сижу здесь и учусь, как обычно, я помню в начале, особенно выздоровления, когда начинал высказываться какой-нибудь унылец очередной, там, как у него все плохо, да, то есть, он высказывается, высказывается, и еще никто время не засек, и вот он высказывается, и как у него все плохо, там, и все вот это, и ты сидишь, думаешь, вот как мне Бог дает практиковать свою терпимость, теперь я понял, то есть, я как бы сразу же переворачиваю, да, и смотрю, что я могу, вот как ты сказала, только что, да, я могу использовать это с пользой для себя, но если оно начинает действительно уже не приносить пользу, а вред, что как бы ты не старалась отвлечься, как бы не старалась молиться в этот момент, у тебя уже просто на уровне нервного, да, начинают раскаляться нервы, то, конечно, лучше убрать себя из этой ситуации, вот, там, или поднять руку, высказаться следующим, да, там, что угодно сделать, но во всяком случае, опять же, я бы посмотрел на то, что, что я могу сделать, если я уйду из группы, что будет полезнее моей высшей силы, вот, и все как-то так, Спасибо большое, следующие единички Мария, Мария, твой микрофон, там у вас нужно, чтобы хоуст открывал все время, нету Марии, Мария не хочет почему-то включать микрофон, ладно, я сейчас всем включу тогда, Мария, Мария, просто Мария, единички твои, микрофон твой, да, не хочет, ну, давайте, Анюткина единичка, все, слышно меня? О, да, 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 я не могла микрофон включить, вопрос, спасибо, Саша, за спикерскую, вопрос такой, можешь рассказать, как ты делаешь третий и одиннадцатый шаг утром? Спасибо, да, значит, ну, третий шаг утром я делаю, это так просто, остановлюсь на колени возле, возле кровати там, да, или где-то там уже, если я отошел, я молюсь молитвой третьего шага, и прошу Богу, чтобы Бога, чтобы Он, я предаю себя тебе, чтобы Он создавал, творил при его участии, как, при моем участии, как ему угодно, да, я делаю молитву третьего шага, одиннадцатый шаг, это, ну, молитва Святого Франциска, наверное, имеется в виду, вот тоже, и оно у меня уже встроено, я много делал этого в начале, сейчас я даже не всегда молюсь молитвой одиннадцатого шага, я больше говорю молитву о нашем, о душевном покое, потом молитву третьего, потом седьмого, и молитва благодарности, которую написал парень по имени Паша, который вообще не в программе, но это молитва благодарности, Бог мой, я благодарю Тебя за то, что сила Твоя всегда оберегает и охраняет меня, Бог мой, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя всегда наполняет меня, Бог мой, я благодарю Тебя за то, что все хорошее в моей жизни приходит ко мне легко и просто, легко и безусильно, Бог мой, я благодарю Тебя за то, что все мои дела успешны и благословлены Тобою, Бог мой, я благодарю Тебя за то, что мне всегда и везде во всем прекрасном и полезном везет, Бог мой, я благодарю Тебя за все те блага, которые Ты всегда предоставляешь для меня. Бог мой, благодарю Тебя за все денежное и материальное, что Ты всегда даешь мне в достатке и даже больше. Бог мой, благодарю Тебя за то, что Ты наделил меня умом, талантом, созидательным мышлением и вдохновением. Бог мой, благодарю Тебя за то, что я открыт для всего хорошего, что есть в этом щедром и прекрасном мире. Бог мой, благодарю Тебя за то, что я живу, счастливо и радостно живу. Бог мой, благодарю Тебя за то, что жизнь моя прекрасна и удивительна. Я наслаждаюсь ею. Вот такая у меня, да? И вот это мой такой утренний третий и одиннадцатый шаг. Спасибо, Саша. Анютка пишет, задает вопрос. Поделись, пожалуйста, опытом шестой и седьмой шаг. Ой, шестой и седьмой шаг. Да. Очень интересные шаги, да? Два абзаца в большой книге. Две главы в 12-12. Я не могу сказать, что они у меня прям так вот осознанно, как бы на данный момент. Я делаю шестой шаг. Но это просто-напросто готовность, да? Готовность избавиться от того, что так близко, как рубашка, да, к телу. То есть вот, ну, не хочется мне, например, вечером чистить зубы, да? Вот не хочется. Мне я хочу спать. Это такой мелкий недостаток характера, потому что жена хочет, чтобы я почистил зубы. Вот здесь такая маленькая идет борьба. Здесь готов ли я припоручить Богу? Поэтому иногда в какие-то вечера я готов, я почищу зубы. А иногда я не готов и вообще не почищу. А иногда я прополоскаю зубы специальной жидкостью для чистки зубов. То есть это такие мелкие, да, если вещи смотреть. То есть это всегда, мне кажется, шестой и седьмой шаги – это шаги контекста, да? В каком контексте они делаются. То есть я уже давно понял, что никто никогда не избавит меня от дефекта характера на сто процентов. Но я могу не проявлять эти дефекты характера в течение дня сегодня, да? И поэтому, если я готов что-то сделать, то я уже делаю седьмой шаг сразу, да? Господи, помоги мне, пожалуйста, держать язык за зубами, да? Например, не влезть ни в свое дело. Это я, значит, делаю свой седьмой шаг. Вот и все. А шестое – готовность. Это мне кажется, что готовность, честно говоря, никогда не наступает. Лично у меня пока не наступает достаточное количество боли от того, что я продолжаю делать то, что мне вредит или вредит другим. И все, когда уже количество боли превышает тот размер, да, который я могу терпеть, вот тогда я к Богу бегу и говорю, Господи, забери у меня вот эту похоть, например, да? Потому что меня сейчас с работы уволят, типа такого, да? То есть вот на таком уровне. Как-то так, спасибо. Спасибо большое. Задает вопрос Динара алкоголик. Что ты делаешь, если рядом человек употребляют алкоголь, а у тебя нет возможности уйти? Тебя это очень сильно волнует, залезает. Ой, я не могу ответить на этот вопрос. У меня так не случалось. Ну как, у меня случается это каждый день со своими клиентами, у меня нет возможности уйти, потому что мне деньги платят, с ними разговаривают. Я просто хочется их задушить там, да, и сказать, что ты бил, что ли, не понимаешь, что тебе пить нельзя. То есть у меня постоянно происходит то, что я делаю, когда я с рядом такой человек. То есть у меня в семье, слава Богу, ну как, у меня сын, в принципе, употребляет, но он так это делает где-то подальше. У меня есть возможность уйти. И он старается не употреблять, то есть сейчас трезвый на данный момент. Но если смотреть вот на эту ситуацию, да, что я не могу уйти, я человек, который пьяный, ничего я не делаю, я могу только молиться. Нет, нет у меня ответа на этот вопрос. Нету такого личного опыта. Я знаю, о чем ты спрашиваешь, у меня нет такого личного опыта, чтобы поделиться. Меня это очень волнует. Молиться остается, все, молитва остается последним прибежищем, да. То есть, Господи, пожалуйста, если на то святая воля Твоя, помоги ему осознать и понять, что то, что он делает, убивает его. Дай ему возможность увидеть величие Твое, да, и Твою силу, и Твою любовь, чтобы он мог оценить и понять Твой образ жизни. Все, больше я ничего не могу сделать. Так там не достучишься. Алкоголь закрыл человека. У него нет доступа к осознанности. Так что ничего не сделаешь. Спасибо. Единички Андрей. Андрей, с вами какого? Да, спасибо большое. Саша, приветствую тебя. Спасибо огромное за такая самая уникальная спикерская, которую я слышал. Спасибо тебе большое. Вот, и хотел придать большущий привет Олечке. И в плане здоровья, и мы очень любим ее тоже. Вот, собственно, мы вас, наверное, не разделяем, да. По крайней мере, я, да. Вот, вы как единое целое для нас, да. И у меня такой вопрос, кстати, в связи с этим. Скажи, пожалуйста, ведь вы оба, да, ну, очень грамотные, программные люди. Ни для кого не секрет. И вот скажи, пожалуйста, а бывает ли вы, что вы спонсорите друг друга или там что-то подсказываете? Или наоборот, вы избегаете этого? Потому что у вас у тебя свой спонсор, у нее спонсор. Ну, ты понимаешь, о чем я спрашиваю, да? Это очень классный, да, вопрос. Спасибо. В плане того, что оно иногда получается, знаешь, это здесь даже больше не программа, здесь больше такая любовь и доверие. Уже, знаешь, все-таки мы 32 года уже знаем друг друга и 29 лет почти уже женаты. То есть это уже настолько органично происходит, что я бы не сказал, что там она меня спонсирует. Я, например, очень сильно ее уважаю и знаю, что она никогда не скажет мне сделать что-то, чтобы возвыситься надо мной, да, то есть как результат этой просьбы. То есть она всегда, она хочет видеть меня в лучшем состоянии, да, то есть она не критикует меня просто так, она мне показывает на мой недостаток, зная, что я могу быть лучше. И мне, конечно же, неприятно это слышать, потому что я еще этот недостаток не готов отпустить, да. И в голове у меня сразу же тысяча оправданий, почему я не могу сделать то, что она меня просит. Но я чаще всего держу язык за зубами, потому что любое это оправдание списывается за, потому что это отмазка. То есть я просто боюсь или не хочу что-то менять, все, я так привык, я эгоист, отвали, да, то есть в голове. Но тем не менее, благодаря ее вот этим мягким подталкиваниям, иногда достаточно таким, Воля очень прямолинейная в этом плане, гораздо более, чем я обычно. Вот, я делаю то, что я не хочу делать. То есть я нахожусь сегодня, где я есть, только благодаря ей и своей высшей силе. То есть если бы, как она мне буквально позавчера сказала, «Ты бы вообще в сраче жил, если бы я не был рядом, потому что тебе похуй, типа, сидеть тут заваленной какой-то. Вот у меня, если так посмотреть, тут много чего лежит, да, но там, там, за офисом, там порядок уже». То есть я это сознаю, она права, то есть я не могу на нее обижаться, потому что, да, но я привык жить вот в этой квартире номер семь, да, где брат там постоянно собирал машину времени, как-то один раз он строил старший мой, то есть можно понять, да, где я жил. Вот, поэтому, как бы, если я могу пройти, как бы, нормально, да, если, то есть банан не лежит на полу, то уже хорошо, вот. Но она мне подняла этот уровень настолько, что я сейчас всегда посуда помыта, да, дети все в порядке, на кухне вечером все нормально, и я переборол себя когда-то, да, то есть у нас нет такого прямого спонсирования, но есть четкие такие, если она видит, что я могу лучше, она скажет, и я ей скажу тоже, просто не так часто, потому что она сама себя очень двигает быстрее, чем я ей об этом скажу, вот, так что у нас, как бы, нет такого прям спонсировать друг друга, может, раньше там иногда было пару раз, но мы быстро отучились, потому что поняли, что очень много скандалов из этого возникало, и все, и поняли, что можно это делать через любой больше, чем через программу, как-то так. Спасибо большое, Саша. Спасибо большое, друзья, не вижу единичек, ставьте, задавайте вопросы спикеру. Единички, ажар, ажар по микрохождению. Ага, спасибо, всем привет, ажар алкоголик. Саша, спасибо за свою спикерскую такую тему, очень любимую мной, потому что я одна из тех людей, которая вот, ну, идет и улыбается по жизни, ну, по поводу и без повода, ну, немножко не совсем, ну, вот, почти как та девочка, которая в каске, да, в салоне. Вот, и ты знаешь, я когда протрезвела, у меня сейчас где-то два с половиной, два и пять, два года, пять месяцев трезвости, и мне очень вот прям не хватало вот этого веселья, и я помню, вот и я вас с Олей впервые увидела там вот на конвенте, когда вы пели «Аллилуйя», я такая посмотрела, что вообще, что происходит, что они творят вообще, американские, значит, выздоровленцы, и мне это вот, ну, настолько, ты знаешь, ну, запало, и настолько это меня вдохновило, что ли, что я просто сама тоже, я обожаю играть на гитаре, абсолютно непрофессионально, абсолютно третийся, караоке – это просто моя вот, ну, обитель вторая, но как можно догадаться, все-таки, ну, по крайней мере, вот в Казахстане, откуда я родом, и, да, и здесь вот в Братиславе чаще всего эти заведения все-таки, ну, с обильным употреблением, и, учитывая мой срок, я прямо делала вылазки такие, вот сегодня пойду, мне они очень тяжело давали, я там Бога с собой вот прямо за ручку таскала его с собой, если чувство угрозы убегало, в общем, и вот я до сих пор привыкаю, и я до сих пор, мне прямо вот очень не хватает вот этой вот радости в жизни, какой-то вот, ну, такой обычный фан, да, человеческий, пойти на пикник и так далее. Вот у меня вопрос, я, может быть, я, правда, не сначала слушала свою спикерскую, и, может быть, я это пропустила, можешь ли ты припомнить, было ли у тебя такое, и вот, ну, сколько времени прошло до того, ну, сколько времени потребовалось для того, чтобы ты уже спокойно себя ощущал, ну, вот в каких-то именно общественных местах, барах, там, дискотеках, в этом смысле, потому что у меня одержимость не отпустила еще, меня прямо, нет, нет, очень-то достаточно. Да, 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 я понял. У меня пробуждение, спасибо, у меня пробуждение произошло быстро, где-то на 20-й день, и сразу же прошло вот это тяготь, и я мог сразу идти куда угодно, как мне казалось, да, на тот момент. У Олечки дольше, да, почти пару лет у нее вот каждый день хотелось что-то там, и она постоянно на группах об этом говорила, пока она медленно, да, как образовательная разновидность, да, духовного пробуждения у нее была. И поэтому мы решили сразу же, будучи музыкантами, мы играли постоянно музыку и открывали концерты здесь в начале 2000-х всем русским рок-звездам, да, и хотелось, конечно, опять вернуться на эту сцену уже, назад начать играть, но мы дали себе, то есть такое, как бы, установку, первый год вообще не ходить никуда. То есть вот в эти места, потому что, ну, была опасность, на самом деле никто не знает, алкоголь хитрый власт, набивающий с толку, да, то есть там без помощи с ним никак не совладать. И поэтому я даже пропустил концерт пятницы, один раз они приезжали к нам сюда, и я пропустил, оказывается, с пятницы еще и приезжали мои друзья Марк Шейдер Кунт, которых я лично знал, и я тоже к ним не попал на концерт из-за этого обещания. То есть я как бы с одной стороны расстроился, а с другой стороны я знал, что для меня это было важнее, моя трезвость была важнее. Вот, то есть для нас это заняло как минимум год перед тем, как мы начали ходить в клубы и играть музыку дальше, вот там, где пью. Но мы там приходили, как написано в «Десятом шаге», да, для того, чтобы внести что-то в эту ситуацию, а не получить секонд-хенд вот этого, да, веселья. То есть мы делали, что надо, выполняли свою работу как музыканты, здоровались со всеми людьми, которые нас благодарили после концерта, и все уходили. То есть как бы для нас заняло это вот год-полтора, ко мне начали спокойно относиться к этой… Ну, опять же, я заметил, что даже на десяти годах почти трезвости, когда я долго тусовался со своими друзьями в Минске, вдали от моей домашней группы, да, то есть я поехал навестить мать, и я вот тусуюсь, они первый день бухают, я с ними там веселюсь, свою радость использую, все классно, второй день, они там курят шмальку, мой наркотик любимый, да, и я так вот улыбаюсь, там смотрю, как они это все сделают, вспоминаю добрые времена, и на третий день у меня сзади мозга, в голове шепот, ммм, классно, вот так, только вот эти слова, я думаю, ё-моё-моё, девять лет работы, служения, всего остального, и все равно заползла мысль, то есть все равно, и я сразу оттуда ушел, то есть я не рискую, моя болезнь – это высшая сила, то есть демоническая, да, черная сила после таки, если уже утрировать, и поэтому я не буду с ней тягаться, она сильнее меня, поэтому мне всегда нужна моя, да, высшая сила между ней поставить и собой, и тогда она меня все время защищает, если я вижу, что начинает утоньшаться, да, моя это, я сразу убегаю, то есть пофиг, что обо мне подумают, что скажут, что я там слабак, лох, не имею значения, я уйду. Либо я беру с собой strength, да, то есть человек сильный, то есть еще одного алкоголика, который вдвоем, если он тебя не затянет забухать, конечно, но у которого тоже хорошая программа, и тогда вы вдвоем или втроем куда-то идете. Мы постоянно всегда ходили, вот нашей русской группой, особенно маленькой ячейкой, которая была там на тот момент два года там в группе или год, постоянно шли в бар, играли в бильярд, но всегда, никогда один никто из нас не шел, мы сюда вчетвером, пятером играли, там оккупировали, выгоняли этих всех алкашей оттуда, и играли в этот самый бильярд. То есть всегда вместе лучше ходить зато, и не пытаться тягаться как бы с дьяволом силами, то есть это проигрыш однозначный. Первый раз он тебе даст показать, что о, смотри, как ты сама справилась, второй раз даст, а потом опа, и все. И тогда уже поздно, потому что не знаешь, вернешься или нет с этого загуба. Я пока не рискую, во-первых, в случае. Может, когда у меня будет 40 лет трезности, пока не спешу. Спасибо. Спасибо большое, Саша. Еще вопрос от Исин. Очень благодарен твоему оптимизму. Если тебе намеренно портят настроение, хамят, когда я высказываюсь на группе, ведь нельзя ответить после группы, что разбираловка. Прошу прощения. Да, ведь нельзя ответить после группы, что это разбираловка, наверное, типа такого, да, Исин? А, да, да. Да, наверное, типа такого, да. Слушай, ну, опять же, здесь я уже больше смотрю как коуч, да, чем анонимный алкоголик на эту ситуацию. То есть человек, это же больной человек, алкоголик, пытается ему так хреново, что он начинает, и ты цепляешь его своим высказыванием чем-то, да, и он начинает тебе специально портить настроение, чтобы затянуть тебя в свое болото. В этом смысле чувство юмора идеально работает вообще. Это единственный, наверное, инструмент, который работает. И опять же, а потом уже работает мужество, да, изменить то, что могу. То есть твоя задача подойти после группы и устроить такие, не разбираловку, а просто отчет, да. Слушай, мне было неприятно, что ты меня перебивал, да. Ты хотел, наверное, что-то другое сказать, да, или хотела. То есть вот это смелости набраться, да, и выяснить отношения так, чтобы не было свидетелей, чтобы не было потом слухов. Это очень трудно, такую ситуацию создать, но если оно беспокоит уже регулярно, значит, Бог что-то пытается показать, да. То есть, ну, как мне кажется, если что-то повторяется, значит, видимо, нужно что-то мне прожить, изжить и отпустить. То есть задача моя принять всех людей такими, какие они есть. Если тот человек беспокоит и появляется резентмент, зачем мне его с собой носить? Я пойду прямо к этому человеку и проговорю. Не то, что он дебил, козел, дурак, мудак, да, а просто вот мне неприятно, мне зачем ты это говоришь, что ты... Я так высказываю, я так вижу свое выздоровление. Если ты хочешь мне что-то подсказать, подойди ко мне после группы, не перебивай меня, пожалуйста, на группе никогда больше спроси. Типа такого, да, ну, в идеале. Может быть, как-то так. Спасибо. Спасибо. Мне на самом деле надо идти, уже у меня вот сейчас клиент, я и Олечка попросила тоже, она сейчас и болеет сильно. Нужно в бассейн ее отвезти, так что я вас очень... Спасибо. Пока. Продолжение следует...